Сегодня я куплю самого нетитулованного популярного футболиста из самых титулованных и выполню за них интересные челленджи. Самый нетитулованный известный футболист это Харри Кейн. Долгое время выступая за английский клуб Тоттенхэм Ходспор и сборную Англии, он не смог выиграть ни одного трофея. Но и мы должны сделать его победителем чемпионата мира и самым лучшим бомбардиром этого турнира за всю историю. После чего мы соберем топовый состав сборной Англии, который был представлен на чемпионате мира 2022, в том числе и главного героя, новую карточку Харри Кейна и отправимся за него выполнять задание в равной игре. Ну а что я хочу провернуть вокруг двух самых титулованных футболистов ты узнаешь в середине ролика. В общем сегодня будет очень интересно, приятного тебе просмотра. Наконец-то наступает беззаботное время, когда можно отдыхать и играть в свои любимые игры. Но что делать, если они больше недоступны в стиме? Не расстраивайся, существует такой прекрасный сайт как Фанпэй. Здесь ты можешь купить абсолютно все, аккаунты, игровую валюту и даже заказать буст по многим играм. Товары на данном сайте дешевле чем в стиме или любых других платформах. Я решил прикупить себе поинтов для консольной фифы. Сначала я выбрал продавца и оплатил товар. После чего я скинул данные для входа на аккаунт и уже через 10 минут мой заказ был выполнен. Также с помощью сайта Фанпэй ты можешь пополнить баланс стиме и даже стать продавцом. Если тебя заинтересовал данный сайт, ссылка в описании. Жуст Фонтен в 1958 году за сборную Франции забил 13 голов за один чемпионат мира и является рекордсменом по этому показателю. А это значит то, что мы взяли сборную Англии с главным героем Харрикейном и должны забить за него более чем 13 голов за один чемпионат мира на уровне легенда. Учитывая то, что я люблю играть за ловких футболистов, которые могут делать финт уход с мячом, троечка на особых приемах у Харрикейна это весомая проблема. Группа нам попалась такая же, как и в реальности на чемпе 2022. И в первом туре мы сыграли против Уэльса. Харрикейн смог забить всего лишь один гол с очень хорошей передачей Беллингема. Во втором туре мы должны были играть против Ирана. И тут, если честно, Харрикейна просто прорвало. Во-первых, очень красивый гол с правой шведы, который открыл счет матча. 2-0 на 41 минуте Харрикейн забил с правой ноги в дальний правый угол. И казалось бы, когда Иран уже перехватил инициативу и сравнял счет матча, Харрикейн забивает сначала с навеса с игры, а потом и с углового гол с головы. И по итогу мы выигрываем со счетом 4-2, а Харрикейн оформляет покер. В третьем туре в матче против США мы терпим неожиданное и очень сокрушительное поражение со счетом 1-3. Но Харрикейн все-таки смог забить свой голешник на 90-й плюс минуте с правой ноги. Итого Харрикейн забил уже 6 голов только лишь за групповой этап. В 1-8 финала мы сыграли против сборной Сенегала. Первые 90 минут матча были безголевыми, но потом в первом овертайме на 102-й минуте Харрикейн забивает гол с правой шведы и выводит нашу команду. Внимание, в четвертьфинал, потому что больше голов матча не было. В 1-4 финала нам попадается сборная Франции. И вроде бы все начинается хорошо, потому что на 8-й минуте Харрикейн забивает первый голешник. Но после чего мы неожиданно пропускаем целых 2 гола от сборной Франции и к 30-й минуте уже проигрываем со счетом 1-2. После чего Беллингом находит отличной передачи Харрикейна и все, что оставалось нашему главному герою подставить ножку и сравнять счет. Потом мы снова пропускаем 2 голешника от сборной Франции и оба забивает Киллиан Баппе, главный конкурент Харрикейна. Но потом практически сразу на 63-й минуте Харрикейн забивает с левой ноги в ближний угол и сокращает отставание. Ну а потом уже Фил Фоден на 90-й плюс добавленной минуте все-таки выводит Англию в овертайм. По итогу все заканчивается серией пенальти, в которой мы все-таки выигрываем. И кстати говоря, Харрикейн как раз таки забивает там голешник, но мы его в общий счет не записываем. К полуфинальному матчу чемпионата мира Харрикейн забил 10 голов. На самом деле Харрикейн снова разошелся как в матче с Ираном, забивает изначально с правой ноги в левый верхний угол, потом забивает гол с навеса и делает счет 2-0. Ну а уже ближе к концу матча Беллингом зарабатывает пенальти и к точке конечно же подходит наш Харрикейн и делает счет 3-0, тем самым оформляя хит-трик в полуфинале чемпионата мира. Финальная битва за трофей против Аргентины. На 30 минуте снова после гениальной передачи от Беллингома Харрикейн выводит нашу сборную вперед и делает счет 1-0, после чего сборная Аргентина все-таки сравнивает счет, но Деклан Райс забивает победный голешник уже во втором тайме и сборная Англии выигрывает чемпионат мира. Ну а Харрикейн выиграл свой первый трофей, а также поставил мировой рекорд по забитым голам за 1 чемпионат мира. До сих пор 88% зрителей смотрит канал без подписки, но ребята не забывайте, каждая ваша подписка ускоряет выход нового видеоролика, так что давайте радовать друг друга, я вас крутым контентом, а вы меня поддержкой. Ну и я трачу 150 миллионов на покупку всех тех футболистов, которые были представлены в сборной Англии на чемпионате мира. У меня получается команда со 124 рейтингом и множеством крутых карт, таких как даже ультимейт Тотти, лига чемпионов, Тотс. Ну и что самое главное, у самого Харрикейна прекраснейшие статы и наконец-то 4 на особых приемах, что мне очень поможет. Теперь я должен выполнить 4 задания в равной игре, забить гол с нерабочей ноги, с рабочей ноги гол с навеса, а также голы за пределы штрафной. В первом матче я пытался забить гол с рабочей ноги и у меня получилось. На 90 минуте Стерлинг делает прострельную передачу на Харрикейна в штрафной, а тот с правой ноги забивает в угол, где находился вратарь, но удар был настолько сильный, что вратарь ничего не смог поделать. Во втором матче надо было забить гол с нерабочей ноги и после передачи Фила Фоддена уже под самый конец Харрикейн забивает левой ноги в дальний угол и кстати говоря это было тоже в пределах штрафной. Так как Харрикейн это очень высокий футболист, забить гол с головы оказалось вообще не сложно. В первой же атаке в новом матче Стерлинг отдает навесную передачу на Харрикейна, а тот на втором этаже выигрывает сразу двух защитников соперника и конечно же забивает гол. Гол из-за предела в штрафной это просто ужас, у меня было порядка девяти попыток до того как я смог забить гол. У Харрикейна прекрасные удары, но наверное самое лучшее решение будет наносить их именно в штрафной, потому что из-за штрафной мячик летит немножечко низко, что конечно же в разных ситуациях позволяет вратарю соперника отбивать такие удары. Но все-таки в одном из матчей примерно на 60 минуте Харрикейн делает убедительный финт и забивает с правой ноги и кстати говоря он там оказался буквально таки в пару метрах от самой уже штрафной. По итогу мы выполнили все задания которые хотели. Ну а из самых титулованных футболистов первое место разделяют Дани Алвес и Лионель Месси, они оба смогли завоевать по 42 трофея за свою карьеру. Причем оба этих футболиста долгое время выступали в одном клубе Барселона. Ну и сейчас мы определим кто все-таки самый титулованный футболист среди этих двух. Вокруг Дани Алвеса я собираю крутейшую сборную Бразилии во главе с одним кумиром, ну а вокруг Лионеля Месси и его действующий клуб ПСЖ тоже во главе с одним кумиром. Тратим целых 230 миллионов на покупку футболистов и у нас получается красивый состав, где левая сторона из футболистов Париса Джермен, а правая сторона полностью из футболистов из сборной Бразилии и у нас остается только вратарь. Туда отправляется Марк Андрей Трештегин, 110-я Тотс карта. Он долгое время отыгрывал вместе с Лионелем Месси и Дани Алвесом за Барселону, а в Фифе у него крутейшие статы. Ну и теперь вопрос, как же мы выберем лучшего и самого титулованного футболиста? Мы сыграем три матча в равной игре и футболист, чья сторона наберет больше очков по нашей системе, станет победителем. Каждый гол от одной стороны футболистов это два поинта. Ну а если гол забьет игрок ПСЖ, а голевую передачу ему отдаст, к примеру, тот же самый Риш Арлисон, то оба футболиста получат по одному поинту. В первом матче на 30-й минуте гол забил главный герой левой стороны, то есть ПСЖ, а именно Лионель Месси. После чего во втором тайме Жверзиньо отдает голевую передачу на Пуллетту и таким образом игроки разделяют между собой по одному очку. Ну а уже под конец второго тайма Жверзиньо бросается в сольный проход и забивает крутейший голешник, тем самым как раз таки сравнивая счет между двумя сторонами. Не торопитесь писать комментарий, то что челлендж нечестный, я чередовал атаки по флангам. То есть одна попытка забить гол ПСЖ равнялась одной попытке забить гол за сборную Бразилии. Во втором матче моментов было очень мало, потому что соперник хорошо оборонялся, но на 86-й минуте левая сторона, то есть ПСЖ, смогли забить гол. После передачи Келлианом Бапе Пуллета нанес отличный дальний удар. В первом тайме третьего матча Жверзиньо организовывает сольный проход по правому флангу и забивает красивый гол в дальний левый угол. Но ПСЖ не отстает и Келлианом Бапе потом организовывает свой сольный проход и забивает с левой ноги в дальний правый угол, тем самым 7-5 ведет сторона ПСЖ. Потом Жверзиньо снова хотел забить гол, но вратарь ему немножечко помешал, правда был заработан угловой, где Неймар навесил на Тияго Сильбо, а тот сделал счет матча 3-1. Ближе к концу матча на 80-й минуте Решарльсона дает гениальную передачу на Пуллетто, а тот реализует выход 1-1. Ну и по итогу Жверзиньо помогает одержать победу Дани Алвесу, потому что на последних минутах матча он снова организовал сольный проход и смог забить гол с правой ноги в верхний левый угол. Таким образом Дани Алвес побеждает в этом сражении со счетом 10-8, но в перспективе я считаю то, что Лионель Месси может выиграть больше трофеев за свою карьеру. Потому что Дани Алвес уже завершил карьеру игрока и у него нету клуба, а Лионель Месси до сих пор играет за сборную Аргентины и ПСЖ. У меня есть телеграм-канал, где ты всегда можешь получать анонсы о новых видеороликах, ссылочка в описании, буду очень рад, если ты подпишешься. Ну а если ты вдруг пропустил предыдущие видеоролики, прямо сейчас по ссылкам вот здесь ты можешь это исправить. Спасибо тебе за просмотр, желаю всего самого наилучшего, ну и до скорых встреч на моем канале.